Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Представляем вашему вниманию беседу с министром социального развития Кыргызстана Кудайбергем Базарбаевым. Итак, первый вопрос связан с насилием в отношении детей, который в настоящее время является очень актуальным. Какие действия предпринимаются со стороны министерства в борьбе против такого явления? Какими путями, на ваш взгляд, возможно решить данный вопрос? Какие действия предпринимаются со стороны министерства в борьбе против такого явления? Какими путями, на ваш взгляд, возможно решить данный вопрос? К сожалению, такие явления в последнее время часто имеют место. Но если посмотреть глубже, то количество насилий уменьшается. Общество информирует о множестве конкретных фактов с применением насилия в отношении детей. Например, в 2012 году было 1335 насилий. В 2013 году – 1010. В 2014 году – 909 фактов. 90% насилия совершается со стороны родных. К сожалению, такие явления имели место и раньше на сегодняшний день в связи с тем, что много публикаций в газетах, на сайтах начинают бояться. В настоящее время нами по республике создано 528 штабов. Такие штабы открыты в каждом городе и каждом районе. В него входят Айлок Мэтту, представители местной общественности, судов Аксакалов, учителей, милиции, а также наши сотрудники. Они проводят рейды. Например, в первой половине 2015 года они обошли 198 тысяч семей в целях проверки. В ходе таких рейдов также определяются подобные случаи. Известно, что при международном усыновлении детей в связи с коррупционными схемами имели место ряд резонансных дел. Решен ли этот вопрос на данном этапе? В данном вопросе, оказывается, вся проблема заключается в положении. Там было введено ограничение в получении аккредитации до трех организаций от каждого государства. Например, если из США приезжает 46 организаций для усыновления детей, из них только трое имели возможность получить разрешение. А что будут делать остальные 43? Таким образом, там заранее были созданы условия для коррупции. Я убрал такие ограничения. Но в то же время мы усилили требования для организаций. Во-вторых, оказывается, была создана неизвестная комиссия лишь формально для общественности. Половину данной комиссии составляют члены неправительственных организаций. Остальные являются государственными служащими. Оказалось, что они работают в интересах определенных организаций. В то же время решение комиссии является обязательным для министра. В ходе же проверки министр отказывается от ответственности, так как решение было принято комиссией. А комиссия объясняет, что она не несет ответственности, так как там нет подписи членов комиссии. Другими словами, не было предусмотрено личной ответственности. Теперь кто ставит подпись, я или мой заместитель, каждый несет личную ответственность. Кроме этого, этот вопрос раньше решало и наше министерство. В настоящее время вопрос опеки и попечительства мы передали в суду. В данный момент работает 10 организаций, прошедших аккредитацию. Их документы полностью проверены Министерством внутренних дел, Комитетом безопасности республики. В последнее время в данном вопросе и наблюдается нарушение закона. В 2015 году решением суда 26 детей передано на международное усыновление. Хочу еще раз особо отметить, что в первую очередь детей усыновляют местные граждане. После этого детей с ограниченными возможностями здоровья предлагаем на международное усыновление. А как предусмотрим контроль и наблюдение за судьбой усыновленного ребенка за рубежом? Каждый ребенок находится под наблюдением. У нас дети не уходят по 10-20 тысяч на усыновление. Их количество небольшое. Некоторые думают, что за детьми, которые попадают на усыновление в другие государства, никто не смотрит. Такого не может быть. Посольство Кыргызстана в тех странах ведут учет и наблюдение за ними. Но там есть и свои соответствующие государственные органы, которые ведут проверки в 10 раз лучше нас. К тому же ребенок, когда ему исполнится 18 лет, имеет право самостоятельно решить остаться ему в той стране или вернуться на родину. Нет такого, чтобы отдали ребенка на усыновление и оставили без контроля. Какая сумма пособия предусмотрена в настоящее время для малообеспеченного гражданина? Есть мнение, что гарантированную помощь получают через знакомых и достаточно хорошо обеспеченные семьи, а те, кто в действительности нуждается, не могут получать пособия. На основе каких критерий выдаются пособия? Доход каждого члена семьи не должен превышать 810 сомов. Например, если у семьи, имеющего двоих детей, состоящего из четырех человек, доход превышает 3300 сомов, она не может получать пособия. Если же доход меньше, тогда им выдается пособие. В настоящее время 101 тысяча семей, из них 306 тысяч детей получают пособия. Сумма пособия составляет 764 сома. Раньше эта сумма была меньше. Например, в 2012 году сумма гарантированного дохода составляла 370 сомов. Мы в 2016 году намерены повысить уровень самого низкого дохода. Люди с ограниченными возможностями здоровья требуют одобрения Конвенции Организации Объединенных Наций. Данный документ был подписан в 2011 году, но до сих пор не рассматривался в парламенте республики. В чем кроется причина? В настоящее время по республике насчитывается 168 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 62 тысячи человек получают пособия. Остальные пенсии. Если говорить о Конвенции, то мы должны подготовиться к тому, чтобы его ратифицировать. Нельзя принять данный документ на ура. Понятие Конвенции предусматривает ряд обязательств. Как человек я тоже хотел бы, чтобы его быстрее приняли. Мы рассмотрели этот вопрос совместно с экспертами про ООН. Для реализации данного документа требуется дополнительно 29 миллиардов сомов. В настоящее время нами разработан план на 2014-2017 года по реализации Конвенции. В республике открыты кризисные центры для оказания помощи женщинам, подвергающимся насилию. А насилие же совершается мужчинами. Ранее вы поднимали инициативы по открытию центров по оказанию им психологической помощи. Открыты ли такие центры? Если да, то как они работают? После распада СССР в обществе особенно мужчины столкнулись с депрессией. Мы должны открыть центры для оказания им помощи в выводе их из депрессивного состояния. Мы не должны стесняться этого. Здесь нет ничего стеснительного. Мы должны от этого уходить. Всем известно, что женщины бывают более стойкими и сильными. Например, среди 100 зависимых людей от алкоголя 91 составляют мужчины. Из 100 наркоманов 89 мужчины. Суициды тоже происходят среди мужчин в 7 раз больше, чем среди женщин. А что, жизнь женщин разве легче? Нет. Принимая все это во внимание, мы в 2014 году открыли кризисные центры для мужчин. В Аламединском районе, в Бакамбаево и Караколе. Эти центры хорошо поработали, но были закрыты в связи с отсутствием денежных средств. Но такие центры нам нужны. В будущем, если найдутся средства, планируем открыть центры для оказания помощи мужчинам, подвергшимся жизненным трудностям. Какие планы ставит перед собой министерство на 2016 год? У нас много планов. Несмотря на дефицит бюджета, бюджет нашего министерства увеличился. Мы не увеличили расходы на командировки, транспорт. Мы стоим на том, что размер пособий не должен быть меньше 775 сомов. Обучаем специалистов по вопросам борьбы против насилия детей. Эта проблема в настоящее время весьма актуальна. Только что открыли телефон доверия детей 111. Над этим вопросом мы продолжаем работу. Для того, чтобы были и другие формы детских интернатов, мы открыли небольшие интернаты домашнего типа. В них содержится по 8 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году нами будет изготовлено около 15 тысяч протезно-ортопедийных аппаратов. Мы будем их раздавать нуждающимся на безвозмездной основе. Я надеюсь, что мы сможем помочь нашим гражданам. Беседу специально для IWPR подготовила Айгуль Алмазбекова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia.